Всем привет! Добрый день! Меня зовут Володя, я программист, я работаю над роутингом проекта в СМИ, компания Mail.ru. Для начала у меня есть несколько вопросов к вам. Во-первых, кто хоть раз пользовался в СМИ? Хорошо, а кто запускал в СМИ на этой неделе? А кто заглядывал в Искотники, Максиме? В общем, он же народу. Да, ну, собственно, окей, следующее, что я хочу рассказать, что... Я вот не высказывал. Опаньки, опаньки, опаньки. Прямо удивительно. Вот. Я хотел сказать следующим слайдам, что мы в СМИ open-source, хорошей лицензии. Видимо, может, не будут все знают и так. Завершающий слайд. Нет, нет, это первый. Это, собственно, где лежат исходные коды. О чем тогда я сегодня хочу рассказать? Я хочу рассказать о том, как устроен двух словах роутинг, как он развивался. Это раз. А два, какие СМ-теги мы используем для прокладки маршрута, а какие не используем. Ну, собственно, как можно редактировать карту, чтобы приедать на маршрутинг. Тогда примерно 15-20 минут. Большая просьба ко всем. Какие-то вопросы, если будут, меня сразу устанавливайте. Давайте я буду отвечать, там руку поднимайте или говорить. Просто будет технический момент. Ну, на прошлой неделе мы отметили ровно в 6 лет проекту в СМИ. И может показаться, что роутинг в нем уже давно, от самого начала. На самом деле, это не так. Он появился всего два с половиной года назад. Это был самобильный роутинг. Задача была непростой, поскольку граф дорожный мир большой, а на девайсе ресурсов не очень много, процессора, памяти. Мы не стали писать полностью решение с нуля, а адаптировали довольно известное серверное решение OSRM для мобильных подходов. Это было неплохим решением, это было хорошим решением. Это позволило очень быстро прокладывать маршруты на мобильных устройствах. Но, к сожалению, оно имело два больших минуса. С первым минусом, в принципе, можно было мириться. OSRM использует алгоритм роутинга, который называется Contraction Hierarchy. Этот алгоритм требует хранить большой индекс, чтобы можно было прокладывать маршруты. По сути, если карта была до использования роутинга в какой-то местности 100 мегабайт, она стала примерно 150 мегабайт. Ну, в зависимости от плотности графа, это существенно вырастило карты. Вот с этим можно было мириться. Это первое ограничение. Второе принципиальное ограничение OSRM и алгоритм, которые там, это то, что динамически нельзя изменять вес дороги. То есть вес дороги задается на этапе формирования этого самого дорожного индекса. Если вы хотите сделать пробки на базе этого алгоритма, или, если вы хотите, скажем, строить маршруты по пластной дороге и по пластным дорогам, такой динамики у вас не будет. Ну, собственно, этот алгоритм прожил у нас примерно достойный год. Примерно, ну, наш продукт все-таки больше рассчитан не на автомобилистов, а на туристов, которым важен пешеходный роутинг. И примерно полтора года назад мы сделали пешеходный маршрут. Значит, одним из возможных решений, которое мы рассматриваем, было сделать, фактически, копию, сформировать еще один индекс для пешеходных маршрутов и использовать еще один раз OSRM. Делать не так не стали, потому что это нам бы еще существенно увеличивало карту, и каждый новый роутинг, каждый велосипедный роутинг, потребовало еще дальнейшего увеличения карты. Мы поступили иначе. У нас, у наших карт, у наших карт есть данные необходимые для отрисовки, в том числе и гора-ходород на местности. И для пешеходной навигации мы использовали эту самую информацию, то есть та, что используется для отрисовки. Ну, собственно, пространственные или геоиндексы. Пешеходные маршруты не прибавили веса к картам, но они работают, работают и работают сейчас очень медленно. Это серьезное ограничение. То есть, если сейчас проложить маршрут через Москву, можно успеть копить кофе, прокладывать с пешеходным маршрутом. Ну, спустя, наверное, где-то полгода мы сделали еще по аналогии с пешеходным маршрутом и велороутинг. Вот для пешеходного и для велороутинга в качестве алгоритма мы реализовали известный алгоритм прокладки маршрутов двусторонний Астар. Это модификация алгоритма, вообще не алгоритма дикстра, скажем так, для прокладки маршрутов. Плюс к тому, летом прошлого года мы добавили еще высоты. То есть сейчас для пешеходного и велороутинга мы используем не только плоскую карту, а потом еще и высоты из SRTM мы взяли из библиотека. Все, пропало. Я забываю переключать слайды. Вот, мы сейчас здесь. И где-то три месяца назад у нас прошло знаковое событие. Мы сделали пробки в нашей навигации. Для этого нам пришлось полностью укинуть старый движок автонавигации, поскольку он не позволяет использовать, не позволяет динамически менять вес дороги. Вот, вместо этого мы использовали тот же самый алгоритм, что было реализовано для пешеходного и велороутинга, двусторонний Астар, но при этом сделали его устроен. То, что мы викинули индекс для SRTM, меньше на нашей карты, карты мира всего, да, с 36 гигабайтов в 26 гигабайтов. Появилось возможность добавить индекс для Астара. То, что получилось, считает медленнее, чем SRTM, но при этом для роутинга вполне приемлемо. То есть скорость по сравнению с пешеходным и велороутингом сейчас для автороутинга больше в разы. Собственно, теперь по поводу SMTEG, что мы используем и что не используем. Продолжение маршрута. Наверное, следующий стать. Ну, собственно, да, вот у нас есть три вида роутинга. Что мучает тебя? Ну, наверное, главной характеристикой при подкладке маршрутов является средняя скорость на дороге. Чтобы ее взять, этой скорости напрямую в данных ОСМ нету, по крайней мере для всех улиц дорог. Чтобы ее взять, мы используем только тег highway. То есть тег highway говорит о том, насколько данная дорога большая. Если дорога большая, там магистраль, скорость средняя 90 км в час положено. Наверное, было бы неплохо также использовать и всякие другие теги, чтобы ее более точно вычислить. Например, покрытие или max speed ограничение скорости, если мы заданы, конечно, там, не знаю, что полос, наличие лежачих полицейских, светофоров, много чего можно делать. Наверное, мы этим в будущем будем заниматься, но пока вот так. Вот. Кстати, ОСРМ использует совсем не только highway, а также max speed и еще чего-то, и покрытие, чтобы придать средней скорости. Значит, если реализовать, если использовать игра в дорогу с весами, взятыми со средними скоростями, взятыми из тега highway, то такой маршрутизатор поведет под знаки запретов поворотов. У ОСРМ есть информация, которая позволяет это исправить. Есть особые вещи, если обычные ОСРМ теги отрывают объекты на местности, то есть специальные теги, которые говорят о том, как связаны группы объектов, которые на местности. В частности, есть relation restriction, который говорит о том, что такие-то повороты запрещены или только такие-то повороты разрешены. Ну, то есть, если этот тег говорит, вот эта дорога с таким-то айдишником, вот такая дорога с таким-то айдишником, смежная с ним, поворот с одной на другую дорогу запрещен или разрешен. Вот. Этот тег мы тоже учитываем. Учитываем мы его только лишь один вариант, а именно линейная дорога, точка-дорога. Значит, этот вариант покрывает 99% по карте мира всех relation restriction. В будущем мы будем также учитывать все остальные relation restriction, там, скажем, линии или не линии, ну и так далее. Для пешеходного и белороутинга мы также учитываем тег CS. Центром УЕС, новый проект. Это все. Есть еще другие теги, которые хорошо было бы учитывать, но на сегодняшний момент а маршрутизаторы в СМИ учитывают только этот набор. Так. Что мы планируем учитывать? В самое ближайшее время для автороутинга мы также будем учитывать тег XS и также тег барьер, тег, заражающий шлагбаум, то есть, чтобы перекрывать дорог в тех или иных местах. В будущем. Ну, как я говорил, мы хотим вычитать более умно среднюю скорость на дороге, то есть, учитывать покрытие и ограничение скорости, полностью обрабатывать relation restriction, а сейчас МАКСМИ не учитывает и никак не обрабатывает запрет на транзитные проезды. Водители знают, что, например, в России сквозь дворовые проезды проезжать насквозь нельзя. Он может там оказаться, только если там старт летит. МАКСМИ проведет дворовые проезды. Ходим также учитывать платные дороги и паромные переправы. Ну, и мы сейчас не учитываем, то ли думаем об этом, это то, что мы сейчас никак не учитываем ремные ограничения, скажем, димники или же масты в Питере. Что еще у нас в планах? Есть такой слайд? Есть. Во-первых, сейчас у нас прокладка автороутинга превосходит на порядке по скорости прокладку пешего и велороутинга. Есть все необходимое для того, чтобы пеший велороутинг был такой же быстрый, как и автороутинг. А столько, поскольку они в России используют один и тот же алкоголь. Это в ближайших планах есть. И на это жалуются пользователи и даже наши коллеги из других отделов. Лучше учитывать пробки. Сейчас мы учитываем пробки. Ну, вот просто есть средняя скорость на дороге, например, есть информация о том, что, скажем, пробка желтая такого типа, что такого типа, что половина скорости от данной дороги тут можно ехать. Значит, медленная скорость попала, мы так и учитываем. Это не очень правильно, можно более умно более учитывать. Тоже будем заниматься этим вопросом. Да? На счет динамического изменения маршрута вы изменяете маршрут учитывая пробки? А, динамической перепрокладки маршрута или весов дуг? Вот я прокладываю, у меня есть определенный базов пробок, я прокладываю маршрут и он ведет не по оптимальному маршруту, а по отрезку пробок. Да. Перепрокладки маршрута мы учитываем пробки сейчас. А где вы берете информацию о пробках? К сожалению, данный вопрос под НД, я не могу говорить. Я не могу говорить. Попробуйте. Удачи. Не важно, откуда это брать. У меня все. А вопрос, вы учитываете, наверное, там дальше остался, вы будете его освещать? Давайте сразу. что делать с тем, что, да, исходник, на этом смысле, да, это уже сент, условно, плюс правки, которые делают ваши юзеры и остальные юзеры. Мы все прекрасно знаем, что одну дорогу могут нарисовать пять лет назад, и она не менялась. Есть ли у вас какая-нибудь всплывалка о том, что на самом деле ваш юзер, который проложит себе маршрут, где-то ему скажут, что мы не знаем, какое состояние дороги вот здесь сейчас? Да. Вот что делать? Так, да. Это вопрос. Почему это пользуется мэпсами для езды на автомобиле? Потому что, вы говорите, вы не поворачиваете. На самом деле, в Москве меняется каждый месяц ситуация. Что делать? Значит, вопрос хороший. Такой всплывалки нет. То есть, по факту, сейчас вот данные, как они есть, там, действительно, будет использовано для прокладки маршрута. Правильно ли вообще? Отдельный вопрос, как на этом мэчить пробки и совпадут ли с этим делом пробки, и это не актуально. Вот, естественно, да. Отдельный вопрос, но это делает хилер хилер. Да, это хороший вопрос, но, в общем, мы подумаем над этим. Есть у меня же сами решения, всегда автор-навигаторе, когда первый раз вы включаете, идет открыт от ответа. Мы не отвечаем за рутик, мы не отвечаем за рутик. Да, да, да. Решение точно. Вы можете решение по чиновакову, вы же понимаете. Даже данные опробки, но... Я вообще-то не видел. Есть, показываем, показываем, мы показываем такую диалог. Кто-то реализовывал, что там, типа, всплывалка такая, что мы не уверены, что на данном участке дорога там, ну, действительно, на приклад. Знаете, как это бывает? Я сталкивался с таким, мимо, когда, ну, у некоторых, вот, вот, как раз, собственно, да, на встрече, видел. Когда некоторые дороги, они сами не проехали, и при прокладке маршрута их учитывать, и, собственно говоря, показывать, потому что маршрут проложен по непроверимой дороге. Ну, вот, да. Потому что... Такую тупую. Пробую связь с тем, онлайн-информацией. Это, кстати, да, это неплохая идея. Есть такая штука у Яндекса, они положили на существующих вот, дорогу, там пешеходные, там пешеходка, а есть, написали, что это дорога, и там народ вещи не блаждают. Так что, ничего, да, оси. Да нет, ну это понятно. Нет, сама по себе идея, да, всегда хорошо. Делать что-то, да, надо все равно больше не проделаться. Так, ага, окей. Какие кушеведомления надо? Ну, осталось немножко парки дальше. Так, в чем я остановился. А, ну, собственно, да, осталось буквально, буквально еще несколько раз. Ну и, конечно же, мы будем работать над улучшением сопровождения по маршруту. У нас, как я рассказал, мы выкинули, недавно заменили, вернее, заменили движок автороутинга. И это повлияло сильно на сопровождение по маршруту. Оно стало хуже, чем было при ОСРМ. Вот над этим мы будем работать и будем лучше, а сейчас оно у нас требует некоторых улучшений. Вот. Я говорю о информации о маневрах и о запомных вещениях про маневры. Что еще? А, собственно, вот. Да, 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 если пользуетесь дальше в СМИ, если что-то будет хорошее, вот можете написать мне вот мой e-mail, а если будет что-то плохое, напишите и на бакс, и на e-mail. Я писал. Вот. Я даже, наверное, да, отвечал, я получаю эту рассылку. Можно прямой мне так, так и оскоряй отвечу. Вот. Большое спасибо за внимание. А, вопросы? А можно вкратце про то, как вы ускорили Астар? То есть, вы говорите, какие-то индексы разработали на стероидах Астар у вас? Да. В чем был основной затык, почему и сейчас работает пеший белоработив медленно? Ну, во-первых, Астар двусторонний, я об этом сказал. Это значит то, что, ну, и у Астара, и у Астара, когда прокладывается маршрут, идет волна, накрывающая вершины и считается расстояние от точки до тех вершин. Штука в том, что путем никаких манипуляций может быть две волны. Одну от старта, другую от финиша. И в момент их смыкания можно математически доказать, что это будет кратчайший маршрут в момент их смыкания. В определенный момент. Как минимум, когда вершина будет покрашена. Теперь дальше у Дикстра будут две волны, круглые, у Астара как два и все это сойдет. Вот. Это раз. Кстати, хотел сказать, да, примерно пару дней назад очень интересная статья на Хабре, как раз на эту тему вышла, про эвристику Астара, может быть, это... Дубрегиста. Дубрегист, точно. Точно. Вот, я ее просматриваю, буду считать внимательной. По поводу все-таки, ну, это как бы некоторая оптимизация, она существенная, она дает, наверное, маленькое число раз, очень маленькое. Теперь, почему я говорю про порядки, да, что-то произошло. Дело в том, что прежний Астар, который сейчас остался пешим, не Вел Роузенга, он работает не на... Ну, что он хочет? Он хочет, чтобы мы для вершин могли получить исходящие и входящие, соответственно, ребра. Эти исходящие и входящие ребра, при текущей реализации пешего и Вел Роузенга, они используют геометрический индекс, чтобы их получить. Это он не предпособен для этого, он предпособен, чтобы рисовать красиво карту. Вот для этого он сделан хорошо. Для того, чтобы получать ребра, он предназначен не очень хорошо, но он использовал для этого, чтобы увеличить объем карты. Сейчас у нас освободилось место индекс СРМа. Мы вместо части этого собственно получили на базе предпросчета карты информацию для каждой точки исходящих ребрах и входящих на ребрах. И, собственно говоря, теперь, когда мы по кусочку карты, а разумеется, мы сми прочитаем маршрут не на всей карте мира сразу, а карта разбита на небольшие куски, мы считаем вначале маршрут как бы по суперграфу, мы в каждой точке соединяем маленькие маршруты. Вот. Вот для каждой МВН-ки, каждой карты у нас есть предпросчитанные входящие и исходящие дуги для каждой вершины. Вот это установлено. А суперграф это контракт, что у нас? Нет, там тоже остальные, там иначе. Что у нас получается? У нас карта мира, да, разбита на 1240 кусков. Ну, там Москва, две московские области по половинке и так далее. Вот. Четвертинки. В половинке и две. Запад и Север у вас нет? Две. У них две. Две. У нас две. У нас две. Есть, соответственно, для каждой есть точки перехода. Точек перехода не очень много. Их реально десятки или сотни для каждой карты. Дальше. Задача сходится следующему. Посчитать маршрут от текущей точки до точек перехода в каждой небольшой карте, скажем, в Москве. Дальше. Посчитать кратчайший маршрут между точками перехода. Потому что в каждой карте у нас кланится вес от каждой точки перехода ко всем другим точкам перехода. А дальше посчитать в рамках каждой карты маленький маршрут. Вот ровно поэтому помните. Вот. А. Я видел вопрос? Да. Окей. Здравствуйте. Какая мультимальная длина маршрута может положить в мультимальную смену? Значит так. Москва, Владивосток, Владивосток. Конечно. Обижаете. Значит, ну вообще вот прежде чем пускать в продакшен я стараюсь тестить Владивосток и Сабал. там после программы почему-нибудь проблемы То есть как бы скажем так вот текущий релиз продолжит то скорее всего нормально. Все будет хорошо на девайсе на Nexus 5, которому 4 года должен быть. Это наши были ограничения. А какие? Когда? Ну в 2014 году. О, могли. О, тогда тогда в 2014 оказывается в рамках ходьевой карты. Да. В рамках расширяется. Мы там, я помню, по-моему, где-то, наверное, уже буквально в 2015 году сделали межимвайнер-роузен. Сколько я помню. в ущерб, вomi-помнике, две, в семье